Современный рецепт блюда на ужин. Для приготовления вам понадобится интернет, 10 кликов, несколько скроллов. Еда готовится в течение 15 минут. В Ростове такого еще не было. Единая интернет-площадка, где можно заказать все, что вашей душе угодно. В любом ресторане города. Стартап проект 161 доставка.ру планирует накормить всех голодных, ленивых и очень занятых. У меня много идей в голове. И это одна из идей, которая пришла мне в голову, когда я ехал за рулем. У меня почему-то идеи приходят, когда я еду за рулем. Не могу сказать, что она прям моя идея. Я, естественно, видел много аналогов на Западе, в принципе, в России стали реализовываться. Но я видел во всех них есть большие недостатки. Новая служба все огрехи берется устранить. Сотрудничество с поставщиками и удобный сервис для клиентов. Проект не только отсеет по качеству доставки и самих продуктов, но и значительно уменьшит время ожидания. Есть большая проблема. Есть служба доставки, которая находится, грубо говоря, на Северном, а вам нужно доставить еду в Александровку. Особенно в час пик это может занять полтора-два часа. Даже пропасть может этот продукт, пока его довезут. Ну, грубо говоря, да. А большая проблема, скажем так, заключается в том, что попросту этот заказ может быть не выполнен. И человек будет ждать, у него будет отрицательное потом мнение об этой службе доставки, то есть негатив и так далее. То есть это будет влиять негативно на бизнес той же самой службы доставки. Поэтому сначала мы разделяем все службы доставки по районам доставки. Отбирать хлеб у рестораторов авторы проекта не собираются. Наоборот, новый сервис нацелен помогать общепиту. То, что мы видим, на самом деле недостаточное развитие этой службы, этого бизнеса у нас в стране, в частности в нашем городе. То, что мы видим, даже на международной арене этот весь рынок увеличивается. То есть мы говорим о том, что этот рынок имеет очень большие перспективы позитивные. То есть я думаю, что мы будем с ним расти. И если мы сможем предложить очень качественный сервис, я думаю, что в первую очередь это для поставщиков. Потому что все-таки у поставщиков еды, откровенно скажем, не все у них получается в интернете, именно конкретно в интернете. И мы хотели бы им помочь. За помощь 10% это намного меньше, чем собственноручно раскручивать кафе или ресторан в интернете. Выгода для клиентов, по мнению авторов проекта, очевидна. Клиентам будет проще зайти на один сервис, чтобы увидеть список всех служб доставки, которые имеются в городе, чем самостоятельно искать в поисковой системе конкретный ресторан или конкретное блюдо. То есть это экономия времени прежде всего для клиента. У нас реализован удобный сервис, где человеку понятно, что нужно делать. Для осуществления идеи стартаперам нужен миллион для начала. Вернуть вложенные деньги планируют достаточно быстро. Заработок через интернет, по мнению Григория, одна из самых перспективных точек роста торговли. А в том, что проект будет успешным, сомнений нет. Это сервис, у первых которого нет пока еще в городе Ростове-на-Дону. И этот сервис, подытоживая все лучшее, ниже сказанное, он приносит выгоду для обеих сторон. Как для клиентов, так и для партнеров наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова